Друзья, всем привет! Спасибо, что зашли к нам в гости. А сегодня мы готовим очень быстрый и полезный суп. Смотрите, какие ингредиенты я для вас приготовил. Листовая капуста. Мой ребенок очень любит. Любые овощи мелко нарезал. А также говяжий фарш. Суп у нас будет с мясными шариками. Дети особенно его любят. Смотрите, с чего мы начнем. Друзья, суп очень простой и быстрый. Давайте нарезаем немножко зеленью. И начнем формировать мясные шарики. Я не буду добавлять яиц. Добавим обязательно специи. Набор кимьяна, орегана и базилик. А также зелень. Немного лука. И чеснока. А также соль. Все, друзья. Это готово. Сейчас я быстро начну делать шарики. Фарш очень важно хорошо перемешать, чтобы мясные шарики хорошо держали свою форму. Также хотел добавить, у меня здесь примерно 375 граммов говяжьего фарша. Так вот, фарш готов. И начнем делать мясные шарики. Смотрите, очень простой метод. Разделяем напополам. Нарезаем ее порционно кусочками. И начинаем формировать мясные шарики. Вот так. Смотрите, как много мясных шариков у нас получилось. Мы их отправляем в кипящую воду примерно на 20-30 минут. А в это время обжарим овощи. Суп очень простой, но очень-очень полезный. Мы будем использовать листовую капусту. Это очень полезный овощ. Называется супер овощ. Смотрите, просто очищаем листики от стебля. И я их хорошо измельчу, потому что мой ребенок любит эту капусту. Как ароматно уже пахнет, листовая капуста придаст нашему супу очень красивый цвет. Также называется на английском кейл. А чем мне нравится, кстати, этот суп? Любые овощи можно заменить на те, которые у вас имеются. Сегодня я буду использовать листовую капусту, картофель, кабачок, морковь. Суп у нас уже почти готов. Осталось обжарить лук с чесноком. И все у нас будет почти готово. Добавляем лук. Обжариваем примерно пару минут и добавим чеснок. И как часто я говорю, специи лучше обжаривать с луком, когда они откроются и вкус будет гораздо лучше. А также соль. Друзья, смотрите, как лук у нас выглядит. Я уже добавил чеснок и лавровый лист. И добавляем это в наш суп. Осталось добавить немного сока лимона. Добавим соль по вкусу. Чёрный молотый перец. Хорошо перемешаем. И будем варить до готовности к тофелям. Друзья, смотрите, какой красивый весенний суп у нас получился. Осталось его только развить по тарелкам и начинать пробовать. Осталось украсить только его зеленью. Вот так. Укроп, петрушечка. Всё, что было очень-очень красиво. Вот такой красивый суп у нас получился. Давайте снимем пробу. Конечно, очень горячий, но очень весенний. Друзья, оставайтесь с нами. Вам желаю хорошего настроения и здоровья. Пока!